Мы знаем, что у нас всегда есть разные чувства, много чувств. Печаль, радость, счастье, страхи, боль — это все есть чувства, и все эти чувства есть энергетическое поле. Гнев — это энергетическое поле, печаль — это энергетическое поле, страх — это тоже энергетическое поле. И мы enjoy some good energy feel, and we hate some other energy feel. И мы обычно имеем привычку наслаждаться приятными чувствами и отвергать, отталкивать неприятные чувства. И мы все время хотим возобновлять, повторять приятные чувства, и мы хотим освобождение от неприятных чувств. И мы не знаем, как решить эту проблему. И если вы были бы способны решить эту проблему, то все было бы хорошо. И если мы не сможем решить эту проблему, то мы создали другую энергию через практику, медитацию, йогу или другую сторону, для себя. И потому что мы пытаемся решать эту проблему через практику, то есть каким образом решать, пытаться возобновлять приятные чувства и убегать от неприятных чувств, мы создаем еще одно новое энергетическое поле, которое на самом деле не решает этой проблемы. И потому что мы на самом деле не можем сражаться с ними, с этим врагом, мы как бы помещаем себя в клетку. И все практики, они творят вот это новое энергетическое поле, которое на самом деле не решает проблемы. И мы должны поддерживать себя постоянно в этом энергетическом поле. И для того времени мы чувствуем себя защищены от adversarial энергетическом поле, и когда мы таким образом находимся в созданном искусственной практике энергетическом поле, мы чувствуем себя защищенными от таких чувств, как печаль и других, которые мы не принимаем. Итак, если вы делаете какие-то практики, как йога, медитация, или что-то, мы чувствуем себя защищены от этих негативных чувств, и когда вы делаете такие практики, как йога, например, то вы творите хорошее состояние, энергетическое состояние. И когда вы в этом энергетическом поле, вы чувствуете себя защищенность от этих негативных чувств. И когда вы в этом энергетическом поле, никакого страха, никакого жрена, никакого срока не будет выручивать. И когда вы в этом хорошем, созданном вами энергетическом поле, находитесь, ни печаль, никакие страдания не затрагивают вас. Но в то же самое время вы не можете быть в этом энергетическом искусственно созданном поле все время. И вы должны всегда поддерживать и сражаться за это создаваемое искусственное поле. И вы на самом деле не можете удерживать это энергетическое поле постоянно, потому что оно ускользает очень легко от вас. И в те моменты, когда вот это энергетическое искусственно созданное поле, в котором вам хорошо, в котором вы чувствуете себя защищенными, ускользает, вы вынуждены снова встречаться вот с этими чувствами печали, боли. Но когда вы встречаетесь лицом к лицу с вот этими естественными, натуральными проявлениями потока, как печаль, как другие проявляемые потоки, и так называемые плохие чувства, если вы встречаетесь лицом к лицу, не вмешиваясь в них, они решаются сами собой. Например, у вас есть зеркало. И вот на этом зеркале определенная пыль есть на этом зеркале. И вы очень легко можете устранить эту пыль даже вашей рукой. Но в это же самое время в этом зеркале есть отражение вашего образа. И сколько бы вы ни пытались рукой стереть или смахнуть это изображение из зеркала, у вас не получится. Но вместо этого вы просто отойдете от этого зеркала, то и образ уйдет из этого зеркала и перестанет отражаться в нем. Но мы верим и думаем, что если мы будем что-то делать с этим изображением, то оно исчезнет. Но на самом деле все наши психологические проблемы решаются сами собой. Но мы не знаем, как реальность решения. Мы . Как мы не знаем, как реальность решения решения, мы учимы ourselves через очень практике. Мы учимы. У учимы, как мы magicим ourselves, мы становимся, мы надеемся выполнены. И потому что мы на самом деле не знаем, как решается эта проблема, мы думаем, что делая эти практики, мы решим эту проблему. Но на самом деле, вот та проблема, которую вы думаете, проблема, она на самом деле не является реальным врагом. Когда мы думаем, когда мы верим, что это наш враг, это делает нас обязанными сражаться с ним. И мы, так сказать, в своем арсенале набираем различные способы орудия, чтобы сражаться с этим врагом. Но на самом деле не нужны никакие практики. Но вот это понимание, оно является достаточным для решения проблем. Но в то же самое время, в начальные периоды духовного развития каждого человека, определенные практики и практики вообще необходимы. Он должен, тот, кто в конечном итоге понимает, что проблемы не нужно решать, он должен иметь какие-то базовые навыки. Получаем мы через практики. И все практики, практики йоги, практики медитации, какие-то энергетические практики, это все очень хорошо в начальный период становления, развития. Даже если абсолютная драматия не получилась, но в некоторых навыки вы получите из этих практиков. Даже если абсолютная драматия не возможна, то есть какие-то навыки вы получите из этих практиков. То есть определенные качества вы можете получить через эти практики для того, чтобы затем… 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 Please, Bhagavad, repeat, I don't understand. So, there cannot be an absolute remedy is possible. The absolute remedy is not possible through this practice. Но достижение вот этого абсолюта невозможно через практики. То есть какие-то базовые навыки вы можете получить через практики, но не достижение абсолюта. How can we get absolute? How can we remedy absolute? But absolute remedy is possible in a natural way. I understand. If you do not do anything, and if you understand we have no business there, this solves itself. All problems solve itself. И я спросил, а как же тогда мы можем достичь этого абсолюта? И Шри Бхагавад говорит, что когда мы позволяем вот этому натуральному потоку течь и решать все самим собой, мы и достигаем состояния этого абсолюта. Когда мы не прилагаем никаких усилий для того, чтобы поддерживать это существование. Ваши команды ответы не уникали в том, что да вы можете описать все, что ли он не мил. Когда мы продолжаем население, то это позволяем внутренней данной информации. Открытая уверенность, так Вы должны остаться от населения. Редактор субтитров А.Семкин, так, уникалийских товаров В.Сухамерам. Продолжение следует... Ваши команды. Продолжение следует... Продолжение следует...